Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! У нас сегодня с вами такое интересное видео. Сегодня мы с вами будем тестировать основу, праймер под макияж. Я выбрала вот такую вот базу, праймер, основу, кто как хочет, так и называет. Это белорусский бренд, который называется Белита. Вот такой вот тюбичек прозрачненький, интересненькая такая упаковочка, прикольное такое оформление. Здесь 30 мл объем. Что у нас здесь написано? Основа, праймер под макияж, называется она Амур или Амур, как-то так. В общем, нам обещают 3 пункта. Она прозрачная, дышащая и выравнивающая. Здесь сзади есть небольшое описание, сейчас я вам его зачитаю. Так, нам обещают прозрачная гелевая текстура. Так, будет легко наноситься, быстро впитываться, обеспечивает токое нанесение тонального крема или пудры, позволяет коже дышать, заполняет микрорельеф кожи, мелкие морщинки и поры, предотвращая накопление в них тонального крема, облегчает удаление макияжа. Я покупала этот тюбик на сайте Мэйкап, потому что, в принципе, в тех магазинах, где продается косметика, куда я хожу, я не видела именно вот такого вот праймера. Заказала его через любимый мой интернет-магазин на Мэйкапе. И, в общем, стоил он мне очень бюджетно. Сейчас я даже вам посмотрю, скажу, за сколько я его покупала. По-моему, 67 гривен, если я не ошибаюсь. Да, 67 гривен. На сайте Мэйкап написано, что эта классификация натуральная, что можно пользоваться этим праймером с 18-летнего возраста. Подходит он для всех типов кожи. Также пишут, что эта основа не забивается в поры, перекрывает любые недостатки. К примеру, расширенные поры, прыщики, сосудочные сеточки и, в общем-то, много-много всего. Также говорят, что она продлевает стойкость макияжа. У этого продукта на сайте Мэйкап аж 5 звезд и больше, чем 700 отзывов. И практически все они очень-очень положительные. То есть рейтинг у этого продукта, ну, очень высокий. Собственно, мне это понравилось, меня это заинтересовало. Поэтому сегодня мы с вами будем его тестировать. Смотрите, он у меня внутри запечатан. Я его еще не открывала и ни разу им не пользовалась. Мне самой очень любопытно, что же нас ждет. Сейчас я его открою. Кстати, запечатан достаточно хорошо. Прям открываться не с первого раза. Вот такой вот маленький у нас там он внутри. Короче, маленькая такая дырочка. И уже оттуда вытекает наше средство. Это такой прозрачный гель. Кстати, знаете, на ощупь он такой, прям как силикон конкретный. Прям так аж чувствуется силикон. На запах он пахнет очень приятно. Ну, кстати, текстура такая, знаете, гладенькая. Вот я его разношу по пальчикам. Такое ощущение какой-то вязкости. Но при этом гладко ощущается кожа. Ну, как мы будем им пользоваться? Я решила на одну сторону лица нанести этот гель. На другую сторону не наносить. Затем я возьму мою такую любимую тональную основу от Catrice, которая максимально хорошо подсушивает лицо. Периодически она даже стягивает, подчеркивает некоторые нюансы. И не всегда она красива и гладко ложится на кожу, особенно если наносить кистью. Сегодня мы будем как раз наносить ее кистью поверх нашего праймера. И посмотрим, насколько красиво и ровно она ляжет без праймера и с праймером. Давайте приступать. Собственно, я уже убрала свои волосы. Как вы видите, загар у меня по-прежнему на лице есть, но уже немножечко не такой сильный. Я думаю, как раз сейчас мне тональная основа от Catrice подходит максимально хорошо, потому что она не слишком светлая. Как раз под легенький такой загар мне подходит достаточно хорошо. Я думаю, что на эту сторону я буду наносить праймер наш. Особенно хорошо буду его наносить вот здесь на нос. У меня там всегда самое проблемное место, потому что туда как-то сильнее всего проваливаются тональные средства. И у меня там именно вот здесь вот расширенные такие поры прямо ямочками. И туда часто как-то сбивается тональный продукт. Совсем некрасиво смотрится. Особенно вот такие вот с матовым таким сильным финишем. Кстати, этого праймера надо совсем немножко. Он распределяется достаточно хорошо. Я прям чувствую такую сильную влагу от него. Скользит по лицу. Знаете, как будто я намазываю сейчас какое-то гидрофильное масло, что ли. Ну вот или какой-то такой праймер, в котором есть в составе масло. Вот такое ощущение. Хотя я думаю, что это именно силикон дает такое ощущение. Кстати, расходуется достаточно мало этого праймера мне. Я думаю, что вот этого маленького тюбика должно хватать достаточно на длительное время, мне так кажется. Тем более цена очень бюджетная. Говорят, это очень хороший праймер. Аналог более дорогим маркам. Даже в масс-маркете есть как классификация более дешевые, более бюджетные средства, так и более дорогие. Поэтому зачем переплачивать больше, если можно за более экономную цену купить тот же самый продукт. Тот же самый продукт, в котором много силикона. Как бы если ищете такое, зачем переплачивать. Но все это мы проверим. Пока, наверное, нужно подождать пару минут, чтобы эта база у нас впиталась. Как вы видите, с этой стороны у меня лицо более такое влажное, сияющее. С этой стороны у меня просто мой дневной крем от доктора Санте. И больше, в принципе, ничего. Хочу сказать, что прошло уже где-то минут 10 после нанесения нашего праймера. И лицо абсолютно не липнет. В принципе, комфортно себя ощущаю. Возможно, даже визуально немножко как-то выглядит более гладким моя кожа. Ну, давайте взбалтывать нашу тональную основу и наносить. Так, я начну со стороны, там, где у меня праймер. Буду, наверное, сразу на нее наносить. Субтитры сделал DimaTorzok Я закончила наносить эту сторону. Поэтому, как вы видите, этот 0,10 оттенок мне как-то немножко светловат. Даже если сравнивать с тенком шеи, как-то так немножечко светлее. Хотя я думала, что сейчас он будет мне идеально подходить. Но, увы, это не так. Собственно, я закончила распределять тональную основу. Подождем минут 10, пока она хорошо усядется и впитается. Затем вернусь к вам и будем смотреть уже вблизи, как лег наш тональный продукт. Что же, я немножечко заделала макияж глаз, накрасила бровки. Не все, конечно, у меня идеально ровно получилось. Не судите строго. У меня всегда с этим проблемы. Что хочу сказать. Уже прошло где-то минут 15 после нанесения тональной основы. Есть некоторые нюансы. В принципе, вблизи разница незначительная. Но все-таки видна. Сейчас я вам покажу и расскажу. Как вы видите, с этой стороны как-то больше сияет тональная основа. Там, где у меня нету праймера. С этой стороны вроде бы не так сильно. Или мне просто так кажется. Не знаю. В общем, давайте смотреть уже вблизи. Ну что, давайте смотреть. Начнем, наверное, со стороны, где есть праймер. Вот с этой стороны у нас праймер. Не знаю, визуально, мне кажется, кожа выглядит более такой гладкой. Я не вижу каких-то стянутых участков. Вроде бы все неплохо. Перекрывает недостатки примерно так же, как и без праймера. На носике смотрится вот так вот. Под глазками. На лбу. Не знаю, мне кажется, что с праймером как-то более гладко смотрится эта тональная основа. Хотя, может быть, мне только кажется. Но вроде бы немножечко симпатичнее. Даже на носу немножечко лучше лежит, нежели без праймера. Вот здесь у меня обычно подчеркивает эта тональная основа мою морщинку. В данный момент морщинка не подчеркнута. Это достаточно хорошо. Давайте посмотрим в сторону там, где у нас нет праймера. Как вы видите, здесь он конкретно провалился в поры. Взялся какими-то вот такими кусочками. Я доделала свой макияж. Вот так вот все смотрится. Вот такое у меня небольшое контурирование получилось. Что, собственно, хочу сказать. Мне, в принципе, нравится результат, с которым я столкнулась после нанесения этого праймера. Лицо, именно вот эта сторона, выглядит более натурально, более свежо, более, знаете, такой сияющий, что ли. Если с этой стороны более как-то стянуто, особенно вот в этих участках под глазом, вот именно на щеке, где у меня здесь расширенные поры от носа, здесь как-то сильнее видно, как тональная основа схватывается и немножечко проваливается в поры. С этой стороны, конечно, кожа выглядит более как-то разглаженно. Возможно, потому что этот праймер именно проник вглубь моих расширенных пор и немножко как бы перекрыл вот этот рельеф, вот эти вот впадинки. Поэтому с этой стороны выглядит немножечко ровнее. В принципе, как для первого нанесения, положительно у меня остались эмоции. Но я думаю, для более честного обзора я попытаюсь походить с этими продуктами, ну, примерно 5-6 часов и затем сниму результат, продлевает ли стойкость макияжа вот этот вот праймер. Потому что я смотрела дополнительную информацию об этом праймере и многие говорят, что он не продлевает стойкость макияжа, то есть тонанные средства уходят с лица примерно точно так же, как и без этого праймера. Ну, сегодня мы это проверим. Поэтому не переключайтесь и смотрите, что было уже вечером. Что же, вот и снова я. Прошло уже 7 часов после нанесения нашей тональной основы. Напоминаю о том, что сегодня мы тестируем с вами вот такую вот базу под макияж от Белита. В общем, на этой стороне база у меня есть, на этой стороне нету. Как вы видите, примерно лицо выглядит одинаково, но лично мне кажется, что с этой стороны оно не настолько блестит, не настолько более жирное, нежели вот эта. Сторона, где нету праймера, мне кажется, немножечко больше сияет, немножечко больше блестит. Но, в принципе, сказать, что эта база как-то продлевает стойкость тонального продукта, нет. Они примерно одинаково сходят с лица, примерно все одинаково происходит. И, ну, жирный блеск примерно тоже наступил в одно и то же время. Но, наверное, все-таки на стороне, где есть праймер, это не настолько было заметно, как на стороне, где нету праймера. Сейчас я вам вблизи немножечко покажу свою кожу, и вы сможете посмотреть, насколько есть разница или нету. Давайте смотреть. Так, вот так вот выглядит сторона, где есть праймер, вот так вот на носу, достаточно неплохо. Вот здесь вот цвет немножечко меняется, но, так знаете, не критично, в принципе, неплохо. В порах, ну, я не скажу, что он провалился, не достаточно неплохо все смотрится, и контурирование до сих пор держится. Вот здесь вот на носу немножечко уже некрасиво, как-то он повытирался. В принципе, и на стороне, где был праймер, то же самое. На лбу, в принципе, неплохо. Давайте теперь смотреть на ту сторону, где нету праймера. Вот так вот выглядит на носу. Вот здесь вот вообще так некрасиво цвет передают, как-то, знаете, кусочками, комочками. Не знаю, насколько камера сфокусируется, будет ли вам видно, как в порах, и заметно тональную основу. Немножечко здесь не такая гладкая кожа, немножечко как-то рельеф более подчеркнут. Но, в принципе, знаете, такой прям очень-очень большой разницы я, в принципе, не заметила. В моем понимании, праймер должен продлевать стойкость макияжа, конечно же, увлажнять, но ни в коем случае не вредить вашей коже. Здесь достаточно сильно чувствуется силикон, и я более чем уверена, что на ежедневной основе это навредит вашей коже, поэтому пользоваться лучше все-таки реже. Но и, с другой стороны, если так думать, зачем тогда его вообще наносить, если, в принципе, ничего такого крутого с кожей этот продукт все равно не делает. Поэтому лично я буду искать, может быть, более дорогую какую-то альтернативу этому бюджетному праймеру, потому что для меня главное всего, если уже наносить кучу слоев косметики, чтобы оно держалось максимально долго и максимально стойко. Спасибо, что были со мной и смотрели это видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Буду рада со всеми с вами пообщаться. Всем пока!